здравствуйте друзья в эфире программа мы умеем это готовить с вами студии василий богданов сегодня у нас гостях сергей ашин основатель проекта шеф-маркет и сегодня мы готовим салат сюрприз причем сюрприз настолько что даже вот у нас на столе вообще все чисто обычно у нас тут много чего наставлено сергей привез с собой коробку в которой все есть включая даже фарту для него самого я правда не знаю что в ней знаю только что это будет что тут для салата и в общем мы начинаем давайте здравствуй так вот вот коробка значит сразу давайте рассказывать что мы будем готовить ну и будем что нас ожидает до нас ожидает чудесный салат в паназиатском стиле в азиатском ну так скажем паназиатский то есть не очень понятно откуда он из того региона давайте посмотрим вот смотрите у нас есть некий пакет непонятно с чем значит зеленая штука это это фартук я один давайте доставайте если что я вам помогу еще два и кстати коробки холодно то есть я так понимаю что внизу там лежит видимо охлажденный какой-то специальный охлаждающий элемент который позволил мне привести все эти продукты в эту жуткую жару сюда в студию пока сергей значит надевает фартук тут есть набор таких буклетов что ли да это рецепт насколько понимаю там куриное жаркое с картофелем и грибами или там куриная грудка гриль с салатом из пасты и свежих овощей то есть шеф-маркет это ресурс на сайте в мобильном приложении ты заходишь заказываешь себе какой забираешь рецепт и тебе ну курьер привозит вот такую коробку со всеми ингредиентами для этого рецепта все доставка продуктов просто доставка продуктов по-новому под конкретный рецепт собственно и рецепт выбираете сами отлично так там еще что то есть да там холодильник давайте смотреть ну холодильник то нам зачем ну как элемент который лежит там он спасает нашу охлажденную часть но мы его не берем а это еще что-то это что-то то есть салат с водорослями чука и жареным угрем у ноги да что такое что только не узнаешь в нашей передаче открывайте давайте что же мы здесь имеем да то есть на каждое блюдо собственно ингредиенты распределены по двум разным упаковка салат я вижу почему они разделены на две разные упаковки потому что часть продуктов должны ехать в охлажден сильно охлажденном виде скажем например это вот угарь и салат чука абсолютно точно еще соевый соус да то есть эти продукты они должны доставляться в охлажденном виде а те продукты которые для которых температура менее важно соответственно они оставляются рядом совершенно другом виде где что мы имеем имеем салат имеем ростки и сои чем все уже так упаковано вот как раз маленькими маленькими порциями потому что я иногда покупаю такие ростки в супермаркете это такая подложка на нере довольно много их лежит но сегодня мы с вами готовим на двоих так что на 10 градиент ровно до их чтобы ничего лишнего не осталось у нас с вами есть пакет со специями есть кусочек имбиря есть вот такой маленький кусочек имбиря обычно я тоже покупаю имбирь это корень он лежит в холодильнике да у нас на огурчик а лайм перечили перец чили обязательно немного моркови и собственно и сам рецепт прикольно да так можно глянуть и так салат который мы анонсировали как сюрприз называется микс салат с водорослями чука и жареным углем унаги ну собственно как мы уже и поняли в самом начале до кубра жарить не будем с вами он да он уже жареный так нам придется что-то резать и мыть это или всем всем это нет эти градиенты мы с вами моем мы их моем так хорошо тогда давайте я это все вот это вот помою это не надо мыть нет это не надо то что упаковано не надо вот это надо вот это давно давайте а вы пока начните мне рассказывать как как давно ваш бизнес организован таскать чем там суть ну частично мы уже начали понимать заходишь на сайт заказываешь себе видимо комплект продуктов тебе его привозят да да абсолютно точно сервис работает очень просто это по сути это доставка продуктов то есть вы то что фактически вы получаете вы получаете продукты питания но вы выбираете их по-другому то есть вы не думаете какие продукты вам заказать вы думаете какое блюдо вы хотите приготовить по большому счету не нужно идти в супермаркет со списком а можно вот сделать ровно точный набор что тебе нужно абсолютно точно а вот сергей по вашей оценке вот сколько людей готовы смотрите это другая философия вообще проведение времени потому что ну как тут принято что в холодильнике много разных продуктов ты открыл ты что-то думаешь а здесь с одной стороны в этом плюс тебе привезли точь-в-точь что нужно для рецепта с другой стороны ты лишаешь себя мне кажется какого-то возможности ну там покреативить там что-то передумать быть у человека вот который заказывает у него домом вообще может не быть уже холодильника здесь обычно происходит так то есть обычно в холодильнике у нас что-то есть если мы хорошие хозяева этого это что-то она не испорчены лежит спокойно ждет свое время аудитория здесь такая то есть аудитория абсолютно разные начиная тех людей которые собственно заняты которых нет особенно времени на поход магазин до аудитории который который нужно просто помочь в процессе готовки чем это отличается от обычной от обычной покупки продуктов вы не думаете какой вам купить рис когда вы заходите как обычно происходит магазине то есть вы заходите в магазин вы еще пока не знаете что вы будете готовить вы имеете примерное представление вы заходите смотрите что же здесь есть свеженького сегодня допустим хорошее мясо провезли возьму вот это хорошее мясо но в этом есть своя какая-то прелесть ты приходишь там размышляешь так сказать выбираю что взял одно другое может быть только если ты это делаешь не каждый день то есть собственно вот этот процесс выбора и метание он достаточно сложный ну для а много людей разделяют вашу точку зрения что вот и для меня это процесс несложный для меня в этом есть какой-то разновидность удовольствие развлечения там не знаю мне приятно выбирать что есть там сегодня приготовлю возможно я придумываю что я приготовлю как раз в супермаркете а в этом случае все по-другому вот много ли людей таких по вашей оценке сколько вы же с 12 года уже сервис как вообще сейчас у нас клиентская база порядка 20000 человек это как часто не заказывают раз в неделю раз месяц раз в год или хотя бы один раз заказали нет это те клиенты которые заказывают с разной степенью регулярности обычное потребление вот в идеальном случае для нас это заказ один раз в неделю за человек обычно заказывать несколько блюд чтобы дополнить дополнить свой обычный рацион какими-то новинками да что может быть многие вещи уже просто начинают начать его туда вот это брошу вот ну и самый редкий случай потребления когда человек заказывает где-то раз в квартал допустим на какое-то событие это разные разные формы резать что-то будем мы с вами будем резать все так тогда давай для этого мы с вами будем использовать инструкцию а тут еще инструкции про все написано привозим привозим инструкцию которую собственно нам четко говорить а как собственно это приготовить так как сделать из этого набора продуктов что-то интересное что обычно мы дома не делаете друзья значит здесь картинка набор даже посуды которые рекомендуются написано там 40 миллилитров подсолнечного масла добавьте кунжутное масло соевый соус сахар жареный кунжут хундаши хундаши перемешайте так сейчас будем разбираться сейчас будем разбирать давайте для начала возьмем кухонный инвентарь здесь тоже написано собственно что нам с вами палочку на слой понадобится палочка на подачу да да давайте начнем за разделочная доска есть до кухонный нож кухонный нож маленький большой давайте возьмем большой мирный стаканчик если можно в принципе можем и на глаз конечно налить тот же самый то же самое масло салатница ложки для замеса салатник наверное вот этот отлично пойдет давайте дальше пойдем есть у вас ложки для замеса такие большие ложечки ну какие то есть для замеса вот можно взять вот такие отлично от наших друзей компании фисман у нас целый набор всяких таких вот штучек если есть нужны от центра давать если уж для центра у нас нет наверное мы воспользуемся просто вот такой симпатичной терочкой ну наверное вот такой вы хотите таки давайте в принципе можем нарезать морковь на терке для корейской моркови если такая если бы полюбить и много какая-то особая пока я тоже кстати не знаю такую вот это вот для корейского давайте ножом нарубим я вообще считаю что на кухне должно быть две вещи доска и нож точно все остальное мы сделаем сами да так что что еще собственно все начинаем берем подсолнечные масла вот что мы не привозим на то есть как работает этот сервис мы считаем что некоторые продукты у тех людей которые готовят дома они должны должны быть должны быть подсолнечное масло мы же нас оливковое подойдет давайте возьмем подсолнечное оливковое масло вот мы не только мы не привозим 40 миллилитров 40 это как две столовые ложки примет я думаю так достаточно в принципе вот этот вот этот ингредиент будет самым калорийным на самом деле из всего мы не привозим масло потому что масло скорее всего у вас ну да должно быть дома но вот например соевый соус пожалуйста привезли на свою соус привезли конечно привезли кунжутное масло которого скорее всего нет мы также не привозим соли и перец для этого блюда с вами не понадобится да давайте я вам доверю собрать так сказать вот эту часть соуса этого вам понадобятся вот эти вот ингредиенты а что с ними надо делать просто высыпать сюда же значит добавляем сначала кунжутное масло разрезаем масло вот она до разрезаем пакетик и добавляем сюда кунжутный мозг уголок отрезаем уголок срезаем сливаем туда о кунжут это такие семечки беленькие маленькие но соевый соус сахар и кунжут сейчас я все это так положу да а вот хотел продолжить разговор по поводу бизнеса выиграть около 20000 а вот какова средняя стоимость заказа вот то что мы с вами сейчас заказали сколько бы это стоило в магазине если заказать там 500 рублей тысячи там 300 рублей то что то что мы с вами готовим на двоих стоит порядка 450 рублей то есть например да то есть это ставкой да одну надо мы доставляем от 2400 бесплатно причем доставляем бесплатно и по москве 60 километров от москвы в питере в нижнем соус сюда же да да вы делаете заправку но я так понимаю что это стартап еще или он уже вышел на какой-то ну режим там прибыльности окупаемости как вообще вы оцениваете проект который прошел фазу стартапа то есть изначально проект был действительно вот прям сам таким классическим стартапом когда идея рождается как-то обычно в тарбаксе ночью несколько единомышленников которые хотят поменять мир к лучшему это действительно так и начинала да идея основатель прямо настоящий да то есть сама сама идея сделать это в таком формате собственно она моя и я есть собственно основатель вот где-то посмотрели ли что надо мысли как вообще приходит такие идеи да ну то есть я достаточно долго жил в европе и там собственно вот идею такого сервиса посмотрел вот идея очень хорошо развивается в штатах в европе кстати то что вы сейчас сыпали это он дашь а это хундаши ну я нет не знаю я первый раз увидел это он даже это это любимая любимая основа японских домохозяек да а что это вообще как бы французских домохозяек доме глаз а что что это семена или там что это это сушеная основа рыбного бульона сушеная основа рыбного бульона доме глаз это 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 сухой он бывает сухой или или лежит в жидком виде а что я не знаю что это такое доме глаз да то есть это когда когда кости навариваются очень долго на воде получается очень очень мощный бульон с добавлением разных специй то что по-русски называется холодец только горячий но практически сейчас уже пришло время рекламы и мы тогда вот разобрались как эта штука работает продолжим уже приготавливать сам салат во второй части программы дорогие друзья рекламная пауза на Редактор субтитров А.Семкин Дорогие друзья, снова здравствуйте! Продолжаем программу «Мы умеем это готовить». С вами в студии Василий Богданов и наш герой Сергей Ашин, основатель сервиса «Шеф-маркет». Нам привезли, напомню, целую коробку, в которой входят все вот эти ингредиенты, кроме масла. По рецепту положено подсолнечное, но у нас не оказалось. Вот видите, как только оливковые, мы начинаем смешивать. Значит, в том числе какие-то специфические ингредиенты типа хондаши. Вот вы начали рассказывать еще раз, это основа для японских блюд или для чего? Да, это основа для бульонов. А, для бульонов. Она дает такой особый специфический региональный вкус таким блюдам. Ну попробуем, попробуем. Достаточно? Мешайте хорошенько, вот прямо до основы. Мешайте хорошенько. И потом можно убрать его на 15 минут в холодильник, чтобы основа была. Тут целевая аудитория еще раз, такого рода проектов, потому что таких проектов... Молодые, занятые, креативные, да? Достаточно много. Вот целевая аудитория – это обычное домохозяйство. А вот так делают для того, чтобы сок выдавить, а не для того, чтобы центру снять. Нам нужно будет и то, и другое? Да. Я пока начну резать. Давайте посмотрим, что там происходит. Давайте я займусь лаймом, а вы пойдете дальше в сторону имбиря. Очистите, нарежьте мелкой соломкой имбирь, отрежьте два тонких кусочка чили, добавьте в соус. А соус мы уже убрали, но ничего, мы его вернем. Ну, кстати, можно в данном случае, в зависимости от того, насколько вы любите острое, регулировать самостоятельно. Ну да, ну да. А, Сергей, нужно ли у имбиря очищать шкурку? Обязательно. Хорошо. Да, обязательно. Вот эта штука, это вот по-мужски прям весь. Да, да, да. Да, туда. То есть вот это, давайте, вот мы сейчас, давай их готовим. Давайте попробуем. Давайте весь изрубим. Давайте в конце концов. Да, почему-то весело. Так вот, про целевую аудиторию. То есть, ну да, из того, что вы рассказали, мое стереотипное, наверное, представление, что это люди, которые сильно заняты, которым некогда особо готовить, да и не хочется, может быть, да? Вот такое стереотипное мнение, то есть наша вот как раз целевая аудитория. Соломка, да? Прямо помельче можно порубить. Наша клиентская база в основном это женщины 25-35, у которых есть, так скажем, семейная обязанность готовить. То есть это женщины либо в отношениях, либо уже с семьей, с любви. А поскольку они при этом еще и работают, наверное, все-таки? А вот необязательно. Необязательно? Ну, да, знаете, мир так меняется, что женщины вот раньше, когда вот мы росли, наши мамы нас воспитали и как-то успевали все везде. А сейчас мир настолько становится динамичным, что у женщины просто банально не хватает времени. Так подождите, а я пытаюсь понять, почему не хватает? Потому что она работает или потому что она ходит там, не знаю, в спа-салоны, по магазинам? Потому что детьми надо заниматься, детей надо воспитать. Вот мы когда вот с вами росли, вот нас выпустили во двор и все. Да, и мы прибежали вечером. И мы прибежали вечером, правильно, и не надо нами заниматься. А сейчас все по-другому. Детей надо отвезти в школу, инструкцию. Так, перец чили отрежьте два тонких кусочка. Его нужно изнутри вот очищать от этих семечек? Вот самое классное, что есть в этом перце, это как раз семечки. Но это для тех, кто любит поострее. Ну, я думаю, что да, лучше нам пока воздержаться. Давайте их лучше удалим. Тогда я все-таки их очищу, да. Так, я добавлю немножечко цедры. О, вы прям как настоящий профессионал. Ну, приходится. Так вот, целевая аудитория – это женщины. То есть женщины абсолютно в таком нашем классическом понимании, у которых есть семья, быт, и у них есть потребность. Самое главное – готовить регулярно, разнообразно. Я сейчас хочу нашим телезрителям сказать, друзья, если кто-то первый раз будет иметь дело с перцем чили и вот так вот голыми руками его чистить, ни в коем случае не облизывайте эти руки. И вообще это вот после того, как руками брали перец вот так, их нужно будет тщательно сполоснуть, потому что они потом передадут остроту другим блюдам. Сейчас, тут было сказано добавить это в соус. Сейчас тогда мы это так и сделаем. И пусть он настаивается, да? А вы пока зачитывайте следующее, что? Всё верно. Возьмём ещё четверть лайма. Кстати говоря, для цедры нам даже не понадобилась тёрка. Вот нож для цедры – это такая вещь, которая не у всех есть. Она, собственно, не очень-то и нужна по большому счёту. Да, мы очень хорошо справились, да. Можно работать и без неё. Её самая главная фишка, что она очень аккуратно срезает самый верхний слой лайма. Потому что лайма, как лимона, у всех цитрусов, у них есть зелёная часть, и дальше идёт белая часть. Вот эта белая часть, если она попадает в соус, она начинает горчить. Горчить, да. Очень тонкая вещь. Вот это нельзя допускать. Я вот тщательно вымыл руки с моющим средством после перца. Вот, и надеюсь, что всё будет хорошо. Хорошо. Итак, а мы добавили сюда цедру и сок. Всё верно. Наш соус готов. Его можно теперь убирать окончательно в холодильник, пока мы с вами готовим дальше. Хорошо. И в продолжении разговора целевой аудитории. Ведь у вас люди покупают через цифровые каналы продаж, да? Соответственно, вы про этих людей можете много чего знать. Их поведение там оценивать, их каким-то образом рекламировать в цифровой среде. Вот как вы с ними работаете с точки зрения маркетинга? Ну, там, программы какие-то лояльности или что там. Человек купил у вас три раза, а вы ему там в подарок, не знаю, он заказал угарь, а вы ему привезли два угря там или что, не знаю. Обычно так. С этим что делаем? Вскрываем? Да, это скрываем. Самый основной источник привлечения клиентов, это вот, как бы это интересно звучало, это сарафанное радио, собственно, да? Вот так вот базово, да, скажем. Мне кажется, у вас Instagram бы хорошо работал, потому что эти же блюда можно фотографии выкладывать, там вот это всё рекламировать. Да, да, да. То есть у нас очень мощный Instagram, по себе у нас порядка 140 тысяч подписчиков, все реально живые. О, много. Да. Да. Действительно, здесь в данном случае сарафанное радио, оно является основой нашего маркетинга, потому что самая лучшая рекомендация, которую тебе может дать человек, это рекомендация от друга. Да, да. То есть вот самая лучшая вещь, когда ты решаешь, покупать тебе или нет, это, собственно, мнение твоего друга, который уже, собственно, готовил или пробовал тот или иной сервис. Сейчас, Сергей, это мы уже сразу начнём складывать в миску для салата. Да, да. Давайте сюда. Вы тогда режете перец мелко и можно огурчик тоже порезать вот такой соломкой небольшой. Хорошо, перец мелко. Я сразу разберусь здесь. Да, то есть сарафанное радио помогает привлекать клиентов, потому что в большинстве случаев, когда ты получаешь такого рода продукт... Хороший перец. Да, и готовишь его, а потом и пробуешь его, то есть возникает такой вау-эффект, как мы его называем, то есть когда хочется поделиться и сказать, что да, это действительно что-то интересное, новое, я сделал это на своей кухне, и это действительно блюдо, которое очень похоже на ресторанные блюда. А вот вы советуете салат рвать руками, да? Ну, в общем, нет. Нет, просто. Так, а всё-таки лояльность-то как-то вот вы развиваете потом? Сюрпризы какие-то? Да, у нас очень... У вас же доставка, в принципе, да? Ну, человек там, вы смотрите, он... Это же можно всё программировать в какой-то там системе заказов, что если от одного и того же там телефона или там IP-адрес, или как-то у вас там считается, не знаю, на один и тот же адрес доставки заказов, оказывается там очередной, ну, не знаю, пятый заказ, то ему там бесплатно, не знаю, там приходит письмо там, да, шестой вам будет бесплатно. И тут он и отрывается. Да, у нас у каждого клиента есть свой личный менеджер. То есть, когда человек делает первый заказ, мы его тут же оповещаем по имейлу, что кто именно из наших ребят назначен в качестве менеджера, которому он может постоянно, ну, помимо того, чтобы просто позвонить, спросить, как дела, или там, решить какой-то вопрос, если он есть, который, собственно, заботится о том, чтобы клиент получил именно то, что он хочет от нашего сервиса. А вот вы сами, как основатель проекта, лично с потребителями какими-то, ну, работаете, выполняя функции вот этого менеджера, или уже занимаетесь только организационными процессами? Нет, нет, я работаю напрямую с клиентами. Обычно я пишу личные письма людям, которые у нас сделали несколько заказов, с тем, чтобы, собственно, получить вот такую прямую обратную связь о качестве сервиса, о том, что можно было бы улучшить, ну, и просто обменяться мнением, скажем так. Это обязательная часть, и она занимает достаточно существенную часть моего рабочего дня. Бывают какие-то интересные случаи? Потому что вот во всех бизнесах, которые связаны с доставкой, ну, не знаешь же каждый раз, куда попадешь, там, потом, это же приготовление, может, там вечеринка какая-то, ну, типа, там, приняли очередной заказ, приезжаем, а там, вау, сидит, значит, не знаю, там, Жерар Депардье, там, с Пьером Ришаром, так сказать, там, да, не знаю, там, Дмитрий Анатольевич к ним заехал в гости, и они там готовят, не знаю, изугряшки-то. Ну, мы стараемся не лезть сейчас на жизнь клиентов, то есть наше дело заканчивается в тот момент, когда наш курьер приезжает домой, передает коробку, благодарит за заказы. А ему говорят, заходи, слушай, да, что тут надо, ну-ка, расскажи-то, как сделать. Ну, таких случаев у нас не было. Все курьеры, все менеджеры по обслуживанию друг другу рассказывают всякие байки про клиентов. Всякие же бывают чудеса, может быть, даже без имен. Что-то, что-нибудь запомнилось? Вы как сам, как менеджер, что-нибудь такое случалось интересное в жизни? Так, чтобы такого, что-то такого курьезного на стороне клиентов нет, особенно такого, ничего страшного у нас не происходит. Вот, у нас все достаточно штатно, все достаточно предсказуемо. Ну, это тоже хорошо. Да, то есть клиент, когда курьер уезжает к нему, получает уведомление, соответственно, из СМС. Он знает, когда у него будет доставка. То есть, соответственно, если что-то происходит, он связывается либо с курьером, либо с нашей службой. Смотрите, мы неуклонно и быстро заканчиваем наш салат. А напоследок, кстати, хочу спросить, а как рождаются рецепты, которые вы вводите в ассортимент? Какие-то, может быть, вы подсматриваете наиболее популярные в ресторанах, или читатели вам, или, ну, вот, участники, подписчики Инстаграма присылают, или конкурсы какие-то, может быть. Там выиграй конкурс, и твой, ну, не знаю, рецепт, который соберет больше всех лайков, появится в меню там или что-нибудь такое, нет? У нас тут большая целая команда работает над рецептурой, так как вариантов меню достаточно много. Это же должно быть еще и технологично, должны профессиональные люди работать. Абсолютно точно. То есть, команда состоит из технологов, собственно, которые ведут саму рецептуру, и бренд-шефов. И на каждой линейке, и у нас достаточно много, у нас есть фитнес-питание, диетическое питание и прочее. У нас есть отдельный бренд-шеф, который, собственно, живет этой жизнью, который очень хорошо понимает, что он готовит, и создает новую рецептуру. Да, конечно, ребята достаточно все молодые и развитые, то есть они вполне могут сделать что-то очень интересное, и это у них хорошо получается. Я вот не очень умею эти сладки перемешивать. А вот снизу... Снизу веро. Ну, давайте я ввожу. Ну, давайте соус, наверное, до сюда. Давайте. Чтобы уж сразу все это... Ну, просто чем больше плошка, тем проще не размешивать салат. Или готовить чуть поменьше. Но салат, в принципе, он объемный. Мне кажется, у нас получилось. То есть, он же, поскольку нарезан довольно крупно... Давайте добавим немножко угря сверху, и, скажем так, будет готово. Красиво его так вот разложить. Вот так по-мужски немножко разбросали, все. Ну что, слушайте, а как бы выглядит неплохо и нравится мне по запаху, аромату. Ну что, друзья, таким образом, с Сергеем Машиным, основателем сервиса Chef Market, мы готовили микс салат с водорослями чука и жареным угрем прямо из коробки, которую он нам привез. И, судя по всему, это получилось здорово и вкусно. Спасибо, до следующих встреч. Спасибо, готовьте вкусно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин